Белый ром, пепси. И как легкое дополнение можно использовать лайм. Привет, ребята! Мы сейчас находимся в Вьетнаме, на острове Пукуак, местечке по названию Wine Gallery. В первом видео мы разобрались, какой же ром выбрать. Первый это Шабе. Его мы выбираем за красивую упаковку и за отличный вкус везем домой. А также второй ром HBT. По вкусовым качествам он ничем не уступает рому Шабе. Темный ром пьется всегда в классическом виде чистым, потому что это действительно выдержанный хороший продукт и готовый. Белый ром, естественно, добавляется в коктейли. Мы подготовили специальные рецепты коктейлей, которые вы сможете с легкостью повторить. Первый и самый нетривиальный вариант это ром с колой. Или, если кто желает, Куба Либра. Готово. На самом деле мы показали вариант с белым ромом, но пить его можно также и с темным. Возможно, это будет даже приятнее. И следующий на очереди коктейль. Это мой авторский коктейль. Действительно, что-то уникальное и бесподобное, потому что придумал его я. Навряд ли вы попробуете это дома. Для его приготовления нам потребуется сок сахарного тростника. Такой тростниковый лимонад во Вьетнаме продается на каждом шагу и стоит 20 тысяч тонн. И просто добавляем туда белый ром. Примерно 76 грамм. Примерно. В общем, коктейль получился здоровский, а алкоголя практически не чувствуется. И, как вы уже поняли, усилий минимум и затрат минимум. Название я еще не придумал, поэтому его нет. Весь вариант самый экзотический – это кокосовый ром. Кокос можно найти во Вьетнаме практически везде. Выходите из отеля, поворачиваете в любую сторону, направо или налево. И в течение километра, я уверяю вас, вы наткнетесь на продавца кокоса. У продавца просим сделать отверстие побольше. Это нам нужно для того, чтобы засыпать туда лед. Сначала нам нужно, естественно, освободить место под ром. Каким же путем это сделать, покажет Ира. Отпиваем примерно 20% содержимого. Далее, ребят, берем лед. Слава Богу, он продается во всех магазинах. Также его продают и в пакетах. Поэтому его несложно перенести. Никакие вам холодильники не потребуют. Можно брать прямо рукой, если вы их моете. И, естественно, добавляем ром. Добавляем мы его понемножечку. Чуть-чуть налили, попробовали. Мало, налили еще. Потому что, по моей практике, бывают разные кокосы, как и разный ром. Поэтому экспериментируйте. Этот коктейль не просто вкусный, а еще очень фотогеничный. Мы очень долго можем обсуждать, насколько они шедевральные, вкусные и так далее. Но давайте лучше спросим наших гостей, независимых экспертов. Струи молока. Струи молока. Песа. Маленький. Мне в чистом виде лучше. Ух, я слышала, что это коктейль. Ну, такой крепкий, крепкий-прикрепкий. У нас так же приятно. По львам было полыше. Миленько, приятненько. А мне нормально, мне нравится. На сегодня мы с вами прощаемся. И в следующем видео мы расскажем о том, что такое мертвое вино. Так, всеми любимое и популярное во Вьетнаме. Как его пить, чем его пить и где его купить. И пока!